В этом видео я расскажу вам, как правильно строить PUBG, чтобы улучшить уровень своей игры. Видео будет полезно не только новичкам, но и многим опытным игрокам. Поэтому, даже если вы считаете, что играете с хорошими настройками, которые вас устраивают, поверьте, после этого видео вы поменяете некоторые из них, чтобы сделать их еще лучше. Итак, по порядку. Все подряд я комментировать не буду, а только наиболее важное и интересное. Режим отображения. Обязательно полный экран. Разрешение. Максимально доступное на вашем мониторе. В моем случае это 1440. Ограничение FPS для лобби поставьте на 60, чтобы ваша видеокарта не нагревалась и не шумела лишний раз. В этом нет никакой необходимости в лобби. И вообще, видеокарту в наше время надо беречь. А лимит FPS в игре без ограничений. Сглаженная смена кадров отключить. Яркость. По умолчанию 50. Сделайте чуть поярче, чтобы было лучше видно. Особенно на темных участках карты, в помещениях, пасмурной погоде и так далее. Масштаб отображения. Чем больше, тем четче картинка. Но это сильно влияет на производительность. Главное не пускать ниже сотни, иначе будет мыло. Поле зрения или FOV. Настраивается индивидуально. С большим FOV будет больше обзора по бокам, но изображение будет немного искажаться по краям и будет тяжелее замечать противников на открытых пространствах. Потому что ваша камера будет как бы немного отдалена. Лично у меня стоит на 90 и мне ок. Многие играют на сотке и им тоже ок. Так что тут кому как. Общее качество графики. Начните с самых низких, а далее повышайте отдельные настройки по мере необходимости и возможности вашего ПК. В первую очередь увеличьте сглаживание. Чем оно выше, тем меньше будет так называемых лесенок по краям текстур. Изображение будет менее дерганым, более четким и вам будет легче замечать противников в движении. Ну и будет просто меньше нагрузки на глаза. Следующая настройка – текстуры. Если вы нацелены на результат, то надо оставить их на очень низких, чтобы враги лучше выделялись на фоне размытых текстур. Если вы записываете видео, стримите, любите полюбоваться скинчиками или просто хотите, чтобы ваша игра выглядела приятнее, то ставьте на среднее или выше. Дальность видимости. То же самое, как с текстурами. Если вам нужна максимальная производительность и ничего лишнего, то оставляйте на очень низких. Лично у меня стоит на ультрах, чтобы при полете было видно, куда я прыгаю, не открывая карты. И да, эта настройка никак не влияет на дальность приростовки травы. Это миф. Остальные настройки можно смело страдать на очень низких, даже не хочу тратить на это ваше время. Могу только развеять еще один миф, что высокие эффекты практически не дают никакого преимущества, и вы не будете видеть вспышки от выстрелов лучше, чем, например, на самых низких настройках. Увеличить резкость, а обязательно включить. Вертикальную синхронизацию и размытие движения обязательно выключить. Версия Dirt X 11. Все, что выше, игра сама предупреждает, что может работать нестабильно. Убедитесь, что у вас включен режим HRTF, чтобы лучше понимать, откуда по вам стреляют. Ну и желательно использовать голосовой чат по нажатию клавиши. Потому что, когда у вас открытый микрофон, возможно, не всем может понравиться его качество, а также постоянно слышать вашу музыку, клаву, как вы кашлите, пердите и так далее. Я танцевать, ну чё нахуй нажимать? А это F4. Ебаный шагик, блядь, аааа, я блядь не могу. Чё нахуй. У тебя микрофон классный, кстати. Стример, что ли? Нет, я как ты, долбоёв. Когда вы у кого-то спрашиваете, какая у него чувствительность, то вы должны понимать, что это ни о чём не должно вам говорить. Потому что, помимо этого, имеет значение настройки винде, DPI мышки, разрешение монитора, личные привычки и многие другие факторы. Поэтому настраивайте под себя. Ниже у меня всё стандартное, кроме прицелиться и прицеливания. Да, классный перевод, конечно. Я поменял их местами, чтобы прицелиться от плеча у меня было по переключению, а прицеливание через прицел по удержанию. И чтобы это работало, надо поставить эти команды отдельно друг от друга на разные клавиши. Прицеливание через прицел я поставил на правую кнопку мыши, чтобы оставалось привычнее. А прицелиться от плеча я вообще не пользуюсь. Но вы можете поставить себе на любую удобную вам клавишу. И теперь, при удержании правой кнопки мыши, вы будете входить в прицел быстрее, чем при переключении. Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть, но оно того стоит. Следующий важный шаг – разделить прыжок и паркур на разные клавиши. Сколько раз я видел, когда люди не могут запрыгнуть в окно с первого раза, и их из-за этого убивают. Пожалуйста, настроите это, и со временем вы поймете, насколько это упростит вашу жизнь. Вы банально сможете спокойно прыгать перед какой-нибудь стеной, не боясь случайно за нее засыпиться, чтобы сначала проверить обстановку, прежде чем перелазить. Я не стал тебе его поднимать. Пока синий. Следующее оружие и предыдущее. Удаляйте эти бинды, чтобы никогда ими не пользоваться. Выбирайте оружие только конкретными клавишами. Гранаты у меня на F1, F2, F3 и F4 для быстрого к ним доступа, чтобы не тратить время в бою и не перебирать по кругу весь свой инвентарь. Это тупо. Если вы поставите круговое меню сообщений и быструю метку на одну клавишу, то каждый раз, когда вы будете ставить метку, вы будете автоматически ставить временную метку на компасе, и вашим тиммейтам будет легче и быстрее ориентироваться. Изменение дистанции пристрелки по умолчанию стоит на PageUp и PageDown. Это очень далеко и неудобно. Поставьте на Alt плюс прокручивание колеса мыши вверх и Alt плюс прокручивание колеса мыши вниз. И тогда простым прокручиванием колеса будет меняться зум, как обычно, а при зажатом Alt будет меняться пристрелка. Это суперудобно и не будет мешать другим действиям и клавишам. Если вы поставите задержку дыхания на правую кнопку мыши, то каждый раз, используя прицел, вы будете автоматически задерживать дыхание. По мне так это имба. Но хочу предупредить, что это срабатывает не всегда и надо привыкнуть. Аптечки, энергетики, как и в случае с гранатами, надо обязательно поставить на удобные для вас клавиши. Возможно, кстати, на вашей мышке есть дополнительные кнопки, которыми можно воспользоваться. Водительское сидение поставьте на Shift плюс вперед. И теперь, неважно с какой стороны вы иссядете в машину, просто нажмите Shift плюс вперед, и вы автоматически пересядете на водительское сидение и сразу же поедете, не путаясь в клавишах и не теряя ни секунды. Второе место, это место от водителя справа, поставьте на E. Третье место, это место слева, за водителем, поставьте на Q. Это очень удобно и легко запомнить, теперь вы можете быстро вылазить из машины с нужной вам стороны. E это справа, Q это слева. Отображение персонажа в инвентаре. Отключите, если нужна дополнительная производительность, чтобы ваша модель не прогружалась каждый раз, когда вы открываете инвентарь. Включите, если вам интересно смотреть на своего персонажа и скины. Режимы цветовой слепоты многие ставят на протонопию, чтобы кровь была более яркой и лучше видеть попадание. Интерфейс слота оружия включить, чтобы всегда было видно, что у вас в инвентаре, не открывая его, и у других при наблюдении. Лимит списка убийств рекомендую увеличить хотя бы до 8, потому что по умолчанию стоит всего 5, и часто в него не помещаются все ноки убийства, особенно если играть в сквадах. Автоматическую перезарядку включить, все режимы стрельбы поставить на авто, чтобы не менять режим стрельбы каждый раз самому, когда вы подбираете оружие. Включите все автозамены и автоэкипировки, чтобы все модыли насаживались и менялись на оружие также автоматически. Это очень удобно и экономит кучу времени при лутании и смене основного оружия. Очередь дополнительных действий. Убедитесь, что она вас включена. Здесь не совсем понятное описание, поэтому объясню. Когда она вас включена, то во время перезарядки вы можете заранее зажать левую кнопку мыши, чтобы когда закончится анимация перезарядки, вы автоматически начали стрелять без каких-либо задержек. Или, например, при смене места в машине, вы можете заранее зажать правую кнопку мыши, чтобы автоматически вылезти из окна сразу, как только это будет возможно, без задержек между действиями. Это действительно сильно упрощает и ускоряет многие действия в игре. Просто включите эту функцию и не парьтесь. Повтор. Выключите для максимальной производительности, и если вы не записываете видео с повторов. А вот запись оставьте, чтобы можно было смотреть, как вас убили. Статистика отладки соединения отображает ваш пинг. Возможно, для вас это будет просто лишним на экране. FPS эта настройка все равно не показывает, его можно включить через настройки стима. Ну и напоследок, можете отправить разрабам сведения о качестве своего сетевого подключения. Это займет не больше минуты и хуже не будет. И сохранить свои настройки в облаке. Обязательно поделитесь данным видео со своими друзьями-пабгерами в соцсетях, на форумах. Поставьте лайк. Также вы можете поддержать меня морально и материально на моей странице Boosty и получать за это от меня приятные бонусы. Например, подписчики на Boosty могли посмотреть это видео за несколько дней до публикации на канале. Сейчас у меня стоит цель набрать 69 подписчиков. Это даст мне понять, что такие видео вам действительно интересны и стоит делать их дальше. А с вами был Инг. Всех люблю и целую. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok